Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Полпред поручил участникам завещания продолжить реализацию комплекса действенных организационно-практических мер, направленных на недопущение фактов строительства многоквартирных жилых домов с нарушениями и требований федерального законодательства. В конце прошлой недели под председательством руководителя региона Рашида Тимрезова прошло заседание антитеррористической комиссии в Карачае, Черкесии. Ключевой темой стало совершенствование мер антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и военных комиссариатов. Другая тема – совершенствование работы органов исполнительной власти и местного самоуправления республики при реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Развитие промышленности, туризма и инвестиционного климата зависит от качественного надежного энергоснабжения. Вопросы и перспективы развития этой сферы в республике обсудили на встрече глава кратчащики Серашида Тимрезова, члены правительства республики и делегация ПАО «Россети Северный Кавказ» во главе с гендиректором Романом Левченко. Напомним, мероприятие состоялось на прошлой неделе. Один из вопросов касался реализации программы снижения потерь. На территории Карачащики в числе первых в Северокавказском федеральном округе стартовала ее реализация. Так, в четырех муниципальных образованиях проведена реконструкция электросетей и установка интеллектуальных приборов учета. Говорили и об одном из основных параметров развития платежной дисциплины. И в этом аспекте наша республика в числе лидеров российского рейтинга добросовестных плательщиков. По инициативе главы Карачащики, все стороны приняли решение разработать программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса. Это подключение и приобретение счетчиков для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Развитие республики в плане промышленного производства, туристического потенциала, намного, конечно, зависит от качественного и надежного электроснабжения. Мы все сами видим. В плане нам удалось обсудить сейчас и, как правило, систему надежности и энергообеспечения. Мы думаем, что и наша инвестиционная программа, которая есть по развитию электросетевого комплекса, по замене редких сетей, мы ее обязательно продолжим. Платежная дисциплина на территории Карачао-Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Даже что касается проблемной отрасли на все Северном Кавказе ЖКХ, у нас динамика положительная, то есть процент оплаты улучшается с каждым годом все лучше и лучше. На составшейся в минувшую пятницу последнюю сессию Народного собрания министр внутренних дел Карачао-Черкесии Олега Мальцева отчитался о деятельности ведомства в прошлом году. Он отметил, что оперативная обстановка в целом оставалась стабильной и контролируемой. Массив зарегистрированных преступлений увеличился всего на 2%. Такие изменения связаны прежде всего с увеличением поставленных на учет наркопреступлений и коррупционных преступлений, сказал Мальцев. Министр акцентировал внимание на росте числа изнасилований и неправомерных завладений транспортными средствами. Отмечено и снижение тяжких и особо тяжких преступлений против личности и преступлений против собственности. Правоохранительными органами республики раскрыто более 3000 преступлений, в их числе почти 700 тяжких и особо тяжких составов. Приоритетом остается раскрытие убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и грабежей. Процент раскрываемости данных видов преступлений остается высоким, сказал руководитель МВД. Карачачья Кеся по-прежнему занимает лидирующие места в Северокавказском федеральном округе. Раскрыто более 100 преступлений прошлых лет, четверть которых – категории тяжких и особо тяжких. Особое внимание ведомства уделялось и нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать современные средства для разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды. В 2022 году выявлено 4 факта содействия террористической деятельности, 8 фактов призывов к террористической деятельности. В мае прошлого года на территории республики была пресечена деятельность ячейки экстремистского объединения СССР, запрещенного на территории страны. В отношении 12 жителей региона возбуждены уголовные дела. Особое внимание уделено и проблеме свободного выпаса сельскохозяйственных животных. Беспечность в этом вопросе способствовала увеличению количества краж скота почти на 40%. Кроме того, министр внутренних дел Карачао-Чекеси Олега Мальцева отметил, что зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на домашний скот. Из них 13 аварий были с пострадавшими. Погиб один человек и 20 получили ранения различной степени тяжести. С начала этого года уже совершено 17 таких аварий. Погибло два человека и один получил телесные повреждения. В Доме правительства Республики составилось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы об условленной и текущей ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Карачао-Чекеси, утвержденные планом заседания комиссии на 2023 год. Принято решение создать систему мониторинга поставщиков продукции животного происхождения в целях недопущения поставок недопрокаченной и фальсифицированной продукции в социально значимые учреждения. В Москве прошло Всероссийское совещание Рослесхоза, в котором приняла участие министра природных ресурсов и экологии Карачао-Чекеси Диана Качкарова. Ключевой темой мероприятия стали итоги работы лесного хозяйства за прошлый год и планы на текущий. На особом контроле подготовка к пожароопасному сезону и реализация компенсационного лесовосстановления. За прошлый год площадь лесных пожаров удалось сократить в три раза, а в Карачао-Чекеси вовсе не было допущено пожаров. В текущем году в рамках федерального проекта сохранения лесов в республике планируется воспроизводство лесов и лесовосстановления на площади 124 гектара, закупка лесопожарной техники и противопожарного инвентаря для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Сотрудниками правоохранительных органов республики возбуждено уголовное дело в отношении семейной пары из Карачао-Чекеси, которая подозревается в торговле наркотиками через интернет. Полицейские выяснили, что супруги создали криминальную сеть из трех онлайн-наркомаркетов в теневом сегменте интернета. С февраля прошлого года подозреваемые сбывали наркотики на территории Московского региона, предоставляя своим клиентам GPS-координаты закладок с запрещенными веществами. Кроме того, оперативники обнаружили один из тайников супруга в окрестностях города Видное Московской области. В схроне находился пакет с мифедроном весом около 600 граммов. По предварительной информации, нелегальный семейный бизнес принес подозреваемым около 17 миллионов рублей дохода. В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а ее муж задержан. В связи с участившимися случаями мошеннических действий на территории республики, представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Али Байрамкулов призывает граждан быть бдительными. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, заводя телефонный разговор с незнакомцами, очень тщательно следите за своей речью. Не сообщайте даже самые общие сведения о своем финансовом положении. Если вас пытаются заверить, что с вашими счетами в банке случились неприятности, не спешите принимать меры. Просто самостоятельно перезвоните в финансовое учреждение, проверьте полученные сведения. С большей вероятностью никаких проблем не обнаружится. Крайне рискованный способ заработка – это инвестиции в сети интернет. Представившись компетентными специалистами, мошенники готовы выходить с вами на связь месяцами. Они будут звонить вам, пока у вас будут иметься средства. Перед совершением любых операций со своими сбережениями обязательно взвешивайте свое решение и советуйтесь со своими родными. Не позволяйте посторонним людям манипулировать собой. Если вы все-таки, не дай бог, стали жертвой мошенников, незаметно сообщите в полицию по телефону 02 или 102. Фитнес-клуб, термальный комплекс и детская студия, еще несколько бассейнов, спа, 13 бани и сауны – все это раскинется на площадь более 6 тысяч квадратных метров в северной части Черкесии. Как спортивно-оздоровительный комплекс будет выглядеть не на бумаге, а вживую, оценили участники заседания в правительстве Черкесии. Этот проект намерены воплотить в жизнь на условиях государственно-частного партнерства. На подобных же условиях партнерства планируется построить спортивный комплекс в селе Красный Восток. В республиканской столице приступили к ремонту городских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы пройдут на 28 участках протяженностью 13 километров. Начали с улицы Фабричной от Даватора до Лагерной, где в настоящее время устанавливают бордюры. Ранее с просьбой отремонтировать этот участок дороги протяженностью 900 метров в приемную полпреда президента России ВСКФО обратилась многодетная мама из Черкеска. Здесь, как и на других участках, будет уложено новое дорожное полотно на проезжей части, обустроены парковки из щебеночно-песчаной смеси. Будут также устроены съезды и заменены люки, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Напомним, с 2019 года в столице республики в рамках нацпроекта отремонтировано более 50 километров дорог, среди которых как основные агломерации, так и участки в частном секторе. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального пограна управления. Работы там уже стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, обязательные урны для мусора и прочие малые архитектурные формы. А уютный теплый свет в вечернее время обеспечит 10 фонарей. Тему продолжит ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска Руслан Джукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею, так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство, поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. Жители Карача-Чекеси по-прежнему могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и куда обращаться, расскажет начальник Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инновации социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инновации социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Черкесск примет участие в месячнике компании РЖД по безопасности дорожного движения внимания переезда. В частности, представители Северокавказской железной дороги совместно с ГИБДД и мэрии города 4 апреля проведут мероприятия по профилактике ДТП на переездах города. Необходимость их проведения обусловлена ростом количества происшествий на железнодорожных переездах. По данным РЖД, в текущем году на сети железных дорог России произошло 52 происшествия, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих ДТП пострадали 28 человек. 14 апреля во Дворце культуры Черкеска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержки, которую может получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на месте проведут первичное собеседование. К участию в ярмарке приглашаются старшеклассники и их родители. Ведь здесь предстают вузы и СУЗы, которые готовят специалистов по востребованным профессиям. Подробности у начальника управления службы занятости Карача Чекесии Хизира Кумукова. Под поручением Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» в службе занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансии. Время возможностей работы в России. Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля региональный. И второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке шесть площадок. Будут кулы и столы. Для старшеклассников проведены профориентационные мероприятия. Образовательные учреждения представят свои списки специальностей. А в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий. Приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятиям на портале «Работа в России», подать заявку в уровне службы занятости и зарегистрироваться в очередь в свои вакансии. Кроме этого приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. Лучших чтецов республики выберут 5 апреля. В Черкесске пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Юных чтецов. Живая классика». 36 конкурсантов будут соревноваться в прочтении отрывка из выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в базовый уровень школьной программы по литературе. Оценивать участников будут представители различных сфер деятельности. Они будут рассматривать глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, грамотную речь, выбор текста и артистизм. Трое финалистов оригинального этапа отправятся на финал Всероссийского конкурса в Международный детский центр «Артык». В сотрудничестве с дирижерским хоровым отделением Карачао-Черкесского Государственного колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова в Черкесске состались гастроли детского хора филармонического общества Санкт-Петербурга. Коллективы представили программу из произведений современных зарубежных и русских композиторов. Состоялись и открытая репетиция, и мастер-класс руководителя детского хора филармонического общества Екатерины Андреевой, на котором участники смогли познакомиться с творчеством российского хорового аранжировщика Михаила Серкова. В Черкесске прошел республиканский этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». В турнире приняли участие семь школьных команд Карачао-Черкесии. В упорной борьбе первое место завоевала команда гимназии номер 5 республиканского центра, второй у команды лицея номер 1 у «Сджигуты» и бронза на счету у спортсменов гимназии номер 8 «Черкеска». В Грозном прошло первенство Северокавказского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет, по итогам которого весовой категории 54 килограмма Амин Алакаев завоевал золотую медаль, а Амаль Арзалиев стал серебряным призером в весе 92 килограмма. Оба спортсмена получили путевку на первенство России, которое пройдет в Тверской области. Ну и последняя информация. Семь медалей различного достоинства и 17 путевок на первенство и чемпионат России завоевали наши борцы по итогам первенства и чемпионата Северокавказского федерального округа по вольной борьбе в Хасавюрте. В своих весовых и возрастных категориях победителями стали Анзорионов, Расул Капсергенов, Амаль Джан Дубаев, Азрет Тамбиев, Ануар Чагаров, Амаль Кирейтов, Карим Чикуев, Камиль Карасов, Эдуард Урчуков, Ильдар Джан Киозов, Ренат Озов, Расул Маршанов и Ислам Хахандуков. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!